Приветствую вас! Знаете, вот, не сдаваясь в анализ подробностей вашего сна, потому что это всё-таки стоит делать приватно, да, то есть, если вы хотите разобрать ваш сон, то милости прошу на личную консультацию, там я вам всё подробно расскажу, это не реклама, не отвлекаловка, просто на самом деле, плаковать сны, это очень конфиденциальная информация, вот, поэтому говорить об этом именно вот так публично мне бы не хотелось. Значит, не даваясь в подробности по поводу вашего сна, я могу сказать следующее, что именно сновидение означает, что вам с парнем говорить не надо. Именно сновидение означает, что вы склонны за счёт человека, за счёт партнёра, вот, на счёт какие-то свои проблемы. Я подозреваю, что парень, как бы, чувствует, что вас слишком много. Парню звание просто тяжело, то есть, вы, возможно, подавляете его, вот. Вы подавляете его, но вы также и тяготеете к нему, насколько вы подавляете, насколько вы тяготеете к нему, планета того, что он вам нужен. Вот. Я не думаю, я не думаю, что есть какие-то реальные поводы для обиды, к примеру, на вас. Именно реальные поводы в том смысле, что вот вы что-то сделали, что вы что-то сказали, что вы как-то поступили. Но, я думаю, что парню просто некомфортно с вами из-за вашего, скажем так, поведения, из-за вашей модели поведения, из-за того, как вы себя ведёте с ним. Вот, а ведёте себя вы с ним так, что решаете всё за него, да, вот, что вы игнорируете себя, игнорируете свои желания, начинаете всё решать за человека, вот, и нарушаете активно его личные границы, что безусловно не есть хорошо. Что безусловно не есть, правильно, не есть конструктивно для отношений, вот. Поэтому во сне, во сне парни от вас уходят и знакомят вас с карликами. Карлики это негативное, то негативное у вас, от чего вы бежите. И, как бы, во сне вот это вот негативное, что у вас есть, оно проявляется именно тогда, когда вы встречаетесь с кем-то. И надо сказать, что это не, ну, абсолютно не случайно, потому что именно в отношениях с кем-то, по-видимому, сильнее всего проявляется, ну, вот, негатив, который есть у вас. Именно в отношениях с кем-то. Поэтому с этим вот карликом, который, по сути, по сути является вашим, так называемым, внутренним врагом, вот, и нужно разбираться, что это за карлик, от чего вы стыдитесь, от чего вы бежите и так далее. Вот. Более простым языком, если сказать, что вам не нужно разговаривать с парнем, выяснять его обиды, а лучше проанализировать свои переживания. Потому что очень похоже то, что вы описываете на механизм слияния и созависимости. Можете почитать об этом слияние и созависимость. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. То есть, разберите свои переживания. Ведь переживания ваши, они получают зависит от другого человека. Но как, как они зависит от другого человека конкретно? Вот этот момент вам нужно разобрать. И тогда вы удивитесь, но надобность выяснять обиды, парня, пропадет. Потому что вам просто это будет не нужно, не нужно. Вам просто это будет неинтересно. Уже. Вот. А пока вы хотите, это значит, что вам чего-то не хватает. Вам чего-то не хватает вот именно того, что из того, что парень давал. Ну так, вы же понимаете сами. Я надеюсь, что вам чего-то не хватает, это не значит, что мужчина, к примеру, должен вам это давать. Вот так, я полагаю, вам можно ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Еще раз повторяю, что если вы хотите разобраться именно со своим сновидением, то это милости прошу на личную консультацию. Вот. И в личной приватной беседе ваше сновидение будет вам как бы расчифровано. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы все-таки больше внимания будете уделять себе, а не другим. Спасибо. 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 Спасибо.